Рассмотрим теперь другой вид сил, которые могут возникать в различных физических задачах. Сейчас будут исследованы силы, которые возникают в жидкости. Силы в жидкости. Предположим, у нас имеется какая-то жидкость. И в ней погружено тело. Первый вопрос, который можно задать. Какие действуют силы на это тело? Первый ответ школьника, первый ответ, который приходит в голову, что сила тяжести МЖ и сила Архимеда. Сила Архимеда. Две силы. А вот дальше возникают вопросы. Насколько это правильно? Сила Архимеда это РОЖВ. РОЖВ. РО жидкости. Однако, на самом деле, этими двумя силами ситуация не исчерпывается. От них не исчерпывается. Эти две силы и запись силы Архимеда в виде РОЖВ будут справедливы только в том случае, если это тело является неподвижным. Если оно покоится. Если же это тело движется, оно при своем движении, ну, предположим, оно движется вниз с какой-то скоростью В, оно при своем движении захватывает слои жидкости. И в итоге, захватывая свои слои жидкости, оно тянет их за собой. И масса при его движении будет немножко другой. Если написать закон, что сумма всех сил равно массе на ускорение, то есть, МЖ векторно плюс сила Архимеда векторно равно массе на ускорение, то вот здесь вот необходимо поставить другую массу. Здесь должна быть не только масса тела, но еще и масса жидкости, которую захватывает с собой тело. Поэтому здесь М должно быть, я напишу, с волной. И запишу его как М плюс М присоединенное, это присоединенная масса жидкости, умножить на ускорение. То есть, появляется некий еще член, который, вообще говоря, является той же силой. Тоже силой. Если его перенести в левую часть, то это получается, что у нас есть сила, которая пропорциональна ускорению. Сила пропорциональна ускорению. Далее. Помимо вот этой силы тяжести, силы Архимеда, силы тяжести, и еще силы, связанные с присоединенной массой, у нас возникает сила трения. Предположим, у нас скорость направлена вниз. Тогда сила трения, F трения, будет направлена противоположно скорости движения этого тела. И тогда полный закон, я добавлю еще плюс F трения, будет выглядеть вот таким вот образом. Давайте последовательно рассмотрим каждую из составляющих в этом законе. Каждую из составляющих. Наверное, произведение массы на ускорение свободного падения мы сейчас будем считать очевидным. хотя даже вот это МЖ тоже требует некого комментария. Если у нас сосуд неподвижен, то здесь действительно сила тяжести МЖ. Но если сосуд сам движется с ускорением в каком-то направлении, то здесь нужно учесть еще некую составляющую, связанную с переходом в неинерциальную систему отсчета, то есть в систему отсчета, связанную с сосудом. Значит, если у нас сосуд движется с ускорением, например, А, то это эквивалентно тому, то это эквивалентно тому, что на каждый участок жидкости у нас действует сила МЖ и сила минус М на А. Написать это можно таким образом. если F равно массе на ускорение в инерциальной системе отсчета, то в неинерциальной системе отсчета, связанной с сосудом, F минус М на А будет равно нулю. Сосуд в системе отсчета, связанной с сосудом, покоится. Это неинерциальная система отсчета. И тогда вот эта величина носит название силы инерции минус М на А. А полная сила есть сумма этих двух. Поэтому вот здесь в общем виде должна быть записана сумма силы тяжести и силы инерции. Это по поводу МЖ. Первое. Теперь рассмотрим силу Архимеда. Для того, чтобы рассмотреть силу Архимеда, давайте я освобожу место для этого рассмотрения. и соответствую